Всем добрый день и привет из Крыма. Меня зовут Илья Петренко, корреспондент Russia Today. Это официальный аккаунт RT на русском или RT Russian. И сегодня действительно уникальная у нас возможность пообщаться с прокурором Республики Крым Натальей Владимировной Поклонской. Мы с ней только что брали интервью. Скоро смотрите в социальных сетях на нашем YouTube-канале. И возможно, конечно, в эфире на английском. Ну а сейчас у нас есть уникальная возможность посмотреть рабочее место Натальи Владимировны. Она согласилась с нами пообщаться. Сейчас что-то у меня с селфи-палкой немножко не так. Вот. Наталья Владимировна, поздоровайтесь с аудиторией Rush Today. Нас сейчас смотрят уже 300 человек в прямом эфире. Пока у нас время есть. Ну, добро пожаловать. Спасибо. Это приемная. Приемная, да. Здесь у нас все начинается с приемной, как говорится. Теперь походим в кабинет. Спасибо вам. Вот так вот работает прокурор Республики Крым. Ну что, что у вас тут есть? Конечно же здесь рабочий стол, который немножко приведет в порядок. Поскольку очень обычно здесь горы почты. Все отписываем, все изучаем. Дальше портрет Владимира Владимировича. Ну, куда без него. Вот иконы. Иконы. Наши православные. Вот портрет государя нашего Николая Александровича. Портрет государя. Затем рабочий стол и могу даже показать ту комнату, где на момент референдума, когда не было возможности приезжать домой, поскольку времени вообще абсолютно не было. Два часа поспать до референдума и сразу же в момент проведения, после референдума такая была нагружена обстановка, что оставалось в кабинете. Кабинет это вот основной кабинет, а комнатка, о котором я говорю, вот она. Спасибо большое. То есть вы здесь прям проводили день и ночь. Да, это вот знаменитая моя комната. Поэтому вот, можно сказать, место постоянного нахождения. Вы не могли бы чуть погромче говорить, поскольку микрофон мы с вас сняли. Вот, собственно, еще раз вам напоминаю, что мы находимся в Симферополе, в здании прокуратуры. Насколько я понимаю, это же основное здание прокуратуры. Да, основное здание. С Натальей Владимировной Поклонской, которая нам показывает ту самую комнату, где во время референдума, просто когда здесь люди не спали ни день, ни ночь, вот, вы здесь, я так понимаю, отдыхали. Спасибо вам большое. Нас сейчас смотрят 525 человек в прямом эфире, и это количество постоянно растет. Так, я, наверное, продвинусь чуть назад. Скажите, пожалуйста, а вот у вас, у вас там дочка как раз была? Ну, дочку не надо. Не надо, хорошо. Да. Вот, давайте мы так встанем, это у нас видео-селфи будет своего рода. Хорошо. Наталья Владимировна, вы, я у вас спрашивал там про народную популярность, можете конкретно назвать, что вы видели? Просто люди интересуются... Давайте я даже покажу, вот сейчас даже в прямом эфире покажу тот портрет. У меня моя самая лучшая болельщица, это моя дочь, вот она нарисовала портрет мамы и папы, исходя из народного творчества, которое было в интернете, ну и есть. То есть она взяла за образец, да? За образец, да, взяла, говорит, мама, я нарисую не хуже. Похоже? Так, я сейчас спрошу у зрителей, насколько похоже. Так, так, чтобы не отсвечивало. Куда-то повернули? Нет, все, сейчас вот видно отлично. Люди говорят, что похоже. А еще смотрите, вот перископ, здесь такой принцип, когда людям нравится... Сердечки. Переставят, да. Спасибо большое. Вот эти сердечки все вам. С ремиксом под ваш голос смотрели, нет? Ну, конечно же смотрела. Ну, вначале я, честно, как-то расстроилась. Расстроились, да? Да, расстроилась, а потом, думаю, есть видео, людям каким-то нравится. Ну, конечно же, вот первоначально все, что делалось, и немного смущения было. Вот, ну, сейчас все благодарно я людям, которые поддерживают и таким образом проявляют свое внимание. Мне действительно кажется, да, в этом ничего такого нет. По-моему, ничего негативного именно там не было. Нет, ну, раз уже петь, так надо петь по-настоящему. А вы вообще любите петь? Я играю на рояле. Правда? Да, ну, с нашими детками мы каждую пятницу, среду репетируем с нашими маленькими прокурорами патриотические песни. Мы подготавливаемся ко Дню Победы, 9 мая будет концерт большой, ну и 18 марта, собственно говоря. И с детками проходят репетиции. Вот недавно мы вместе пели «Катюша». Да? Можно вот буквально еще пару вопросов. Вот видите, пишет вам, вы замечательная и так далее. В общем, нас уже смотрят 750 человек почти в прямом эфире. Как вы будете именно годовщину референдума отмечать? Ну, годовщина референдума – это еще и мой день рождения. Правда? Да, 18 марта у меня день рождения. Вот так вот. И годовщина референдума. Будем собираться друзьями после работы, после всех праздничных мероприятий. И вечером отметим день рождения. И плюс еще день рождения у двух новых субъектов Российской Федерации. Это день рождения Крыма и день рождения города федерального значения Севастополя. Поэтому вот заодно будем поднимать бокалы, чтобы процветали наши республики, процветала наша Родина. Чтобы мы были достойными сыновьями, дочерями нашей Родины. И, конечно же, за здоровье нашего президента, главнокомандующего. Вас поздравляют с наступающим. Пишут, что вы самый милый прокурор в мире. Ну, что есть, то есть. Спасибо вам большое за то, что смотрите. Я, если вы только присоединились, мы, к сожалению, трансляцию уже вынуждены заканчивать. Но напомню вам, что мы находимся непосредственно в кабинете на рабочем месте Натальи Владимировны Поклонской, прокурора Республики Крым. Ну что, нас смотрят не только в Крыму, как вы понимаете, но и по всей России, а еще кто-то в мире. Ну, по-английски я вас не буду просить говорить, но тем не менее. Что-нибудь для нашей интернет-аудитории, возможно, пожелания. Все, что вы сейчас скажете, услышат в прямом эфире 800 человек, а потом эту запись выложат в интернет. И, поверьте мне, там будут многие тысячи просмотров и десятки тысяч. Так что, пожалуйста. Специально для аудитории РТ на русском Наталья Владимировна Поклонская. С пожеланиями. С пожеланиями. Самое главное, чтобы мы смогли сохранить мир на земле, чтобы наша Родина, Россия, процветала. Чтобы у каждого, конечно же, есть свои самые заветные мечты, пожелания. Я хочу, чтобы все самые добрые обязательно сбылись. И, конечно же, всем нам здоровья, всем нам мудрости, чтобы у нас все получилось. Я всем благодарна людям, которые поддерживают нашу работу. Поверьте, все, что я делаю, все, что делают прокуроры Республики Крым. Мы делаем это от души, от сердца для нашей Родины, для людей. Спасибо вам большое. Спасибо тем, кто все это понимает. И я всем благодарна. И всех поздравляю с наступающим праздником, нашим праздником, днем рождения Крыма и Севастополя и возвращения на Родину. Всем желаю только процветания. Спасибо. Мы говорим спасибо вам, потому что такого никогда не было. Это действительно уникальная возможность. Первый перископ из кабинета Натальи Владимировны. Эти сердечки вам. И вас тоже поздравляют с наступающим праздником, я вижу. Все очень вам благодарны за такую возможность у вас здесь побывать в гостях. Спасибо большое. Да, и еще раз вам спасибо.